Следующая книга, которую мормоны используют в качестве священного писания, называется «Учение и заветы. Одно учение и много заветов». Что по этому поводу говорил 10-й президент мормонской церкви. «По моему мнению, на земле нет другой книги, данной человеку, которая была бы столь же важна, как учение и заветы, при всем моем уважении к книге мормона и Библии и драгоценной жемчужине, которую мы называем нашими образцами учения. Книга учения и заветы для нас занимает особое положение над всеми ними». Само по себе очень интересное заявление, потому что первый президент мормонов говорил о том, что книга мормона занимает такое уникальное положение между всеми книгами, которые есть среди мормонских образцовых трудов. По мнению другого президента, это как раз «Учение и заветы». Что собой представляет книга «Учение и заветы»? «Учение и заветы» – это сборник из 138 откровений, которые были даны Джозефу Смиту и некоторым другим руководителям церкви в период с 1823 по 1918 год. Из них 136 откровений якобы получил сам Смит, либо для себя, либо для других людей, а два откровения, 136 и 138, наряду с еще двумя официальными документами, которые тоже включены в состав «Учения и заветы», были получены уже после его смерти. То есть большая часть документов от откровения, дарованной Смиту, и небольшая часть документов, которые были получены уже после его кончины. У этой книги очень интересная история. Впервые она была издана в 1833 году под названием «Книга заповедей для управления Церковью Христовой», или сокращенно «Книга заповедей». В ней было тогда всего 65 откровений или 65 разделов. Однако, как только эта книга начала печататься, у мормонов возникли конфликты с местными жителями, в результате которых печатный станок был разбит. И тираж практически весь был утерян. До наших дней сохранилось не более 20 оригинальных экземпляров первого издания «Книги заповедей». В 1835 году мормоны снова взялись издавать эту книгу, но уже в более расширенном варианте. Туда уже вошло гораздо больше откровений, которые с тех пор получил Джозеф Смит. Однако интересно, что перед каждым откровением, которое там напечатано, есть небольшой параграф, который описывает, когда, при каких обстоятельствах, для кого и кому это откровение было дано. То есть мы, даже несмотря на то, что нумерация откровений не всегда совпадает, можем совершенно четко говорить о том, что, допустим, шестая глава «Книги заповедей», шестой раздел, и седьмой раздел «Учение и заветов» — это одно и то же откровение. То есть мы говорим об одном и том же тексте. И вот когда мы начинаем сравнивать между собой первое издание «Книгу заповедей» и «Учение и заветы» второе издание, мы обнаруживаем, что между ними есть поразительное количество изменений. В 1955 году студент университета имени Бригама Янга по имени Мелвин Петерсон провел специальное исследование. Он исследовал, сколько изменений вносилось в тексты «Учения и заветов» с каждым новым изданием. Вот просто небольшая такая подборочка цифр. А между первым и вторым изданием за три года с 1832 по 1835 год в тексте было сделано 2643 изменения. С 1835 по 1844 год было сделано еще 18 изменений. Еще за год было сделано еще 36 изменений. И, наконец, просто чтобы пропустить какую-то часть, чтобы вас не утомлять большим количеством цифр, с 1882 года по 1921 год, то есть за 39 лет, в «Учении и заветах» было опять сделано 91 изменение в тексте. То есть книга, которую мы сегодня имеем на руках, это уже не та книга, которая изначально издавалась. Она тоже постоянно меняется. Но обратите внимание, это книга откровений, которые были однажды даны людям. Каким образом по прошествии 50 лет или 70 лет после смерти человека можно исправлять то откровение, которое было ему когда-то дано от Бога, если это на самом деле текст откровения. Вот просто один пример того, насколько сильно отличается «Учение и заветы» от первоначального издания. Как я уже говорил, мы знаем совершенно точно, что шестой раздел «Книги заповедей» и седьмой раздел «Учение и заветов» — это одно и то же откровение. Когда мы сравниваем два текста вместе, мы обнаруживаем, что в новом издании, в «Учении и заветов» этот текст стал на 111 слов длиннее. На 111 слов длиннее только один раздел в «Учении и заветов». Причем этот раздел имеет очень интересную природу. Дело в том, что это не просто откровение, которое было дано Смиту, а это перевод документа, который Смит держал в руках, бумажки. Получается, что за три года, которые прошли с момента издания «Книги заповедей», перевод, который сделал Джозеф Смит, вырос на 111 слов. И поэтому либо Смит изначально был плохим переводчиком, настолько плохим, что ему пришлось потом увеличивать свой перевод в два раза, либо второй перевод — это просто подделка. Либо оба перевода, на самом деле, подделка, за которыми ничего не стоит. Вот такая вот любопытная деталь. Мы с вами уже упоминали имя человека, который был одним из свидетелей «Книги Мормона». Его звали Дэвид Уитмер, читали его письмо, в котором он писал по поводу искажений, которые были внесены в учения мормонов. Он писал также и по поводу того, что те изменения, которые были сделаны в книге «Учения и Завета». Писал следующее. «Некоторые откровения в том виде, в котором они теперь опубликованы в книге «Учения и Заветов», были изменены и дополнены. Некоторые из этих изменений очень важны, потому что смысл текста относительно некоторых очень важных вопросов полностью изменен. Как если бы Господь передумал через несколько лет после того, как Он дал откровения и повелел своим рабам, с их слов, напечатать их в книге «Заповеди». Эти откровения были напечатаны в книге «Заповеди» правильно. Я знаю это и докажу вам это. Эти откровения были подготовлены к публикации братьями Джозефом Смитом, Сиднеем Ригденом, Орсеном Хайдом и другими в городе Хайрам, штат Огайо, «Когда я был там». Их отправили в город Индепенденс, где книга «Заповеди» была напечатана. Джозеф и церковь приняли ее как напечатанную правильно. Я знаю это. Однако зимой 1834 года они увидели, что некоторые откровения в книге «Заповеди» нуждаются в изменении, потому что руководители церкви зашли слишком далеко и уже начали делать то, чего не было в прежних откровениях. Итак, в 1835 году были напечатаны учения и заветы, а некоторые из откровений были изменены и дополнены. Один из тех людей, которые были ближайшими сподвижниками Смита, человек, который был одним из свидетелей, которые якобы видели золотые листы, имя которого числится в книге «Мормона», говорит о том, что за три года, за два года, прошедшие с момента издания первого издания книги «Учения и завета» до момента выхода в свет второго издания, эти тексты были изменены. И мы с вами уже видели эту цифру, 2643 изменения, которые были внесены в тексты откровений. Несколько моментов, которые говорят нам о том, что книга «Учения и завета» не является священным писанием, не является текстами от Бога. Вот давайте посмотрим с вами на эти нюансы. Во-первых, книга «Учения и завета» противоречит Библии. Каким образом? Мы с вами уже говорили о том, что седьмой раздел книги «Учения и завета» за два года необъясним образом вырос на 111 слов. Причем этот раздел является переводом некоего документа, который попал в руки Джозефа Смита. В этом документе есть совершенно замечательный момент. Говорится следующее, что Господь Иисус в ответ на просьбу апостола Иоанна обещал ему вечную жизнь на земле до самого второго пришествия. То есть, что апостол Иоанн никогда не умрет, но будет жить на земле и проповедовать Евангелие до момента, когда Господь вернется еще раз. В третьем стихе этого раздела мы читаем. «Так как ты пожелал этого, то будешь пребывать, пока не приду я во славе моей, и будешь пророчествовать перед племенами, коленами, языками и народами». Это очень важно, потому что это показывает, как мы уже с вами говорили в начале нашего разговора о мормонах, что полного отступления церкви от истины даже по учению мормонов не могло быть. Потому что Бог дал обещание трем нефийским ученикам на американском континенте, апостолу Иоанну, дал обещание, что они останутся на земле и будут проповедовать истину и будут приводить людей к Богу до самого момента, когда Христос вернется. Если четверо апостолов или четверо учеников все это время находились на земле, отступления церкви произойти не могло. То есть церковь мормонов не может называться истиной. Она вообще не могла появиться как восстановление истинного Евангелия. Однако здесь интересно другое. Дело в том, что вся вот эта история с обещанием о том, что апостол Иоанн и другие ученики останутся на земле до пришествия Христа, навеяно событиями, о которых мы читаем в Евангелии от Иоанна. Помните, да, в конце Евангелия от Иоанна Господь говорит с Петром и вдруг... И рассказывает ему о том, какой участью апостол Петр закончит свою жизнь. И вдруг они видят, что по берегу идет ученик, которого любил Иисус, то есть Иоанн Богослов. И Петр спрашивает, а что будет с этим человеком, что будет с ним? И Господь говорит, если я захочу, чтобы он прибыл, то есть чтобы он остался до момента возвращения, что тебе до того? И, видимо, Джоус Смит ухватился за эту идею и таким вот образом ее интерпретировал. Но в Библии есть еще одна фраза, которая очень важна. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Сам Иоанн, рассказывая об этом событии, добавляет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, то что тебе до того? Специально об этом говорит, потому что между учениками пронесся слух, что Иоанн не умрет. На самом деле Господь такого обещания никому не давал. В книге Учения Завета это обещание присутствует. Учение Завета противоречит не только Библии. Учение Завета противоречит книге Мормона. Каким образом? В книге Учения Завета есть знаменитый 132-й раздел. Этот 132-й раздел говорит о том, что Бог в какой-то момент времени установил среди мормонов много женства. То есть он повелел, чтобы Джоус Смит и его последователи стали брать себе многочисленных жен. И в этом разделе говорится, что многоженство является необходимым условием на пути возвышения человека до божественного уровня. Чтобы человек в конце концов стал Богом. И в этом Откровении в частности мы читаем следующее. 132-й раздел, стихи 38 и 39. «Давид также получил много жен и наложниц, а также Моисей и Соломон, слуги мои, и ни в чем не согрешили они, только в том, чего не получили от меня. Жены и наложницы Давида были даны ему от меня». В 132-м разделе Господь говорит, я сам дал ему многочисленных жен, и ни в чем они передо мной не согрешили. Хотя мы с вами хорошо помним, чем закончилось все это дело и для Давида, и для Соломона. Однако книга Мормона прямо и недвусмысленно говорит о том, что практика многоженства отвратительна и омерзительна в глазах Бога. В книге Иакова 2-я глава 24-й, 27-й и 28-й стихи мы читаем. «Вот истинно Давид и Соломон имели много жен и наложниц, что было мне противно, — речет Господь. Итак, братья мои, слушайте и внимайте слово Господа, ибо ни одному человеку среди вас не иметь более одной жены, и ни одной наложницы не иметь ему. Ибо я, Господь Бог, восхваляю целомудрее женщин, но блудодеяние есть мерзость передо мною, — так речет Господь Бог Саваоф». Книга Мормона говорит о том, что многоженство — это мерзость, которая противна Богу, и то, что сделали Давид и Соломон, было противно в глазах Бога. А 132-й раздел учений и заветов говорит о том, что Бог сам им даровал жену наложниц, и вообще все это было совершенно замечательно. Учения и заветы противоречат современному учению мормонов. Дело в том, что современная мормонская церковь, как, впрочем, и мормонская церковь на протяжении практически всей своей истории, отрицает учение о Троице и называет это самой великой первой ересью христианской церкви. Мормонская церковь говорит о том, что Отец, Сын и Дух Святой — это три разных Бога. Один Бог — Отец, один Бог — Сын, один Бог — Святой Дух, и объединены они между собой только по своему намерению. То есть три Бога, которые вместе работают для какой-то цели. Однако в 20-м разделе книги учений и заветов, в стихе 28-м, мы читаем следующее. «Отец, Сын и Святой Дух — суть, один Бог — беспредельный и вечный до конца». Учение, которое современные мормоны считают ересью, величайшей ересью в истории церкви. Книга учений и заветы проповедуют иное Евангелие. Мы с вами знаем, что такое Евангелие библейское. Это весть о смерти и воскресении Христа, об искуплении, которое Господь даровал нам Сыной Своей крестной смерти. В учении и заветах, в 39-м разделе, в 6-м стихе мы читаем. «И Евангелие мое есть покаяние и крещение водой, а затем следует крещение огнем и Духом Святым». Учитывая, что мормоны считают все эти обряды просто обрядами, которые совершает человек, некими ритуалами, символами, то, по сути дела, получается, что Евангелие, которое проповедует учение и заветы, это некий набор дел, которые человек должен сделать для того, чтобы получить, в конце концов, определенное благословение от Бога. То есть, спасение по делам, не то Евангелие, которое проповедует нам Новый Завет. Как вы помните, апостол Павел писал о том, что Евангелие говорит нам о том, что Христос пришел, пострадал, воскрес и потом явился людям для того, чтобы доказать, что воскресенье на самом деле произошло. И он писал в послании к галатам, что если даже мы или ангел с неба будет проповедовать вам не то, что мы проповедовали, тогда будет такому анафигу. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Ну и, наконец, еще одна причина, почему учения и заветы не могут считаться Словом Божьим, заключается в том, что в учении и заветах содержатся ложные пророчества. Ложные пророчества. Я уже приводил этот пример с тем, что Джозеф Смит предсказал строительство храма в городе Индепендент, штат Миссури. Это пророчество записано в 84-м разделе книги «Учения и заветы». И это откровение было якобы получено Джозефом Смитом 22-23 сентября 1832 года. В этом пророчестве Господь якобы сказал ему о том, что в штате Миссури будет построен новый город под названием Новый Иерусалим. И первым зданием или первым краеугольным камнем этого города будет храм, который будет построен в конкретном месте. И Джозеф Смит даже заложил камень на том месте, где храм должен быть построен. И вот, что говорится в этом откровении. «Кой город будет построен, начиная с участка для храма, указанного перстом Господнем, в западных пределах штата Миссури, в западных, это очень важно, и посвящен рукой Джозефа Смита Младшего и другими, в которых было благоволение Господа. Истинно это и есть слово Господне, что город Новый Иерусалим будет воздвигнуть собранием святых, начиная с этого места, а именно с места храма, кой храм будет воздвигнут в этом поколении. «Ибо истинно это поколение все не придет, пока не будет построен дом Господу, и облако не покроет его, кое облако будет сама слава Господня, которая наполнит дом». Стихи 3 и 5, 84 раздела. Город Новый Иерусалим так никогда и не был построен. Более того, ни при жизни Джозефа Смита, ни после его смерти. До сих пор во всем штате Миссури есть только один мормонский храм, который построен на востоке штата, в городе Сент-Луис. На западе штата до сих пор мормонских храмов не существует. И очевидно, что все сроки исполнения этого пророчества уже давно закончились, потому что и поколение, о котором идет речь, и сам Джозеф Смит давно уже умерли. И даже если это здание будет построено сейчас, Джозеф Смита уже не будет для того, чтобы его рукой это здание могло быть освящено. Пророчество явно не исполнилось. Это только один пример лжепророчества, который мы находим в книге учения и завета. Итак, у нас с вами есть вторая книга, которую мормон называет священным писанием или образцовым трудом. В этой книге тоже было проделано масса изменений. Эта книга также проповедует ложные учения. Эта книга также противоречит Библии, противоречит другим писаниям мормонов, противоречит учениям современной мормонской церкви. И по всем признакам, по всем параметрам не может считаться священным писанием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok